Здравствуйте! В предыдущий раз, когда мы публиковали наше видео, его много народа посмотрело, за что вам всем большое спасибо, было несколько вопросов, связанных с дизайном выставок. Как решает дизайнер, какое дизайнерское решение человек предлагает для того или иного проекта. И тут совершенно случайно у нас открывается еще одна выставка. Выставка, посвященная искусству русского модерна, архитектуре русского модерна, дизайну отчасти модерна. Я сейчас стою в зале, второй зал выставки, посвящен строительным материалам. И, собственно говоря, из истории строительных материалов эпохи модерна родился дизайн. Насколько я понимаю, это случайно мимо проходящий дизайнер выставки Юрия Анаполова. Да, вот это случайно мимо проходило. Совершенно. Совершенно случайно все мимо проходят сегодня. Ну давай, расскажи, душа моя. На самом деле, каждый раз, когда мы начинаем готовиться к любому проекту, то я делаю небольшой ресерч. Узнаю вообще, о чем речь, что такое модерн. Казалось бы, всем любимый и понятный. Но, как обычно, все оказалось не так просто. И вдохновила на создание всего дизайна, вот этих серобетонных роскошеств, история французского садовника Монье. Жозеф. Жозеф, да. Который в 1867 году запатентовал железобетон. Казалось бы. Вообще-то, он хотел, чтобы не протекали его горшки. Не разваливались. Потому что в Париже все любят красивые кусты на окнах. То есть было абсолютно четкое понимание, что надо делать, практическая история. Но именно это маленькое, ну не случайное, какое-то такое прям изобретение вдохновило и архитекторов, и конструкторов на создание нового, по сути, стиля. Потому что использование железобетона позволило делать совершенно сумасшедшие конструкции, большепролётные. И делать вот всё то растительное, нежное, переживательное, изящное, за что мы любим модерн. А начиналось всё с садовых горшков. Они вдохновили и нас. И поэтому на выставке мы видим все вот эти оттенки серого в окружении металла. Бетон, металл. Армированный бетон это называется. Армированный бетон. Ну. Значит, на самом деле идея, конечно, модерна, как это ни парадоксально, главный цвет модерна серый, это стиль, который нам кажется сейчас по прошествии веков очень ярким. Но яркость модерна придаёт не материал, из которого он построил, а детали. Конечно. Например, изразцы. В простонародье кафель. Вот на фоне этого серого материала, не очень выразительного на самом деле, главная выразительность модерна, если говорить о материалах этой эпохи, это, конечно, изразцы. В этот момент изразцы становятся очень популярны. Этот материал переживает в своё третье уже рождение, потому что первый его этап – это средневековье. А второй этап – это новое время, ближе к эпохе Возрождения, особенно это характерно для флорентийской школы, там, из семейства Делоробия, которые шлёпали керамические панно на протяжении четырёх поколений, и на каждом флорентийском памятнике практически они есть. А третий этап – это модерн, где вот этот вот цвет, яркость, пластические возможности изразцов, конечно, на фоне такого достаточно невыразительного, зачастую, строительного материала, или достаточно простой штукатурки, простой штукатурной кирпичной стены, придавали всему этому такое совершеннейшее великолепие и богатство визуальное. На фоне серых стен, которые придумала Юля, конечно, вот это ощущение яркости майолики, яркости кафеля, хорошо сделано, сделано по рисункам хорошего архитектора. Сейчас мы узнаем, какого архитектора и откуда кафель, иди сюда, душа моя. Это Анна Кистанова, она куратор выставки, она проделала гигантскую работу, она проработала огромный объём материала, и в результате мы с вами сможем заслаждаться в ближайшие 4 месяца потрясающей графикой и материалами эпохи русского модела. Ну и откуда это всё замечательное великолепие, буйство красок? Это зубника Кузнецова, по рисункам Шехтеля. Значит, был такой замечательный товарищ Кузнецов, тогда уж господин, который владел мануфактурой и целым товариществом по изготовлению керамических изделий. Кузнецовский фарфор. Кузнецовский фарфор – это тот самый Кузнецов. Для своей парадной столовой он заказывает Шехтлю рисунки, и, естественно, создаются эти вещи на его мануфактуре. Украшали они парадную столовую его особняка на проспекте мира. Больше не украшают, очевидно. Больше не украшают. Теперь живут в нашем музее, украшают наше столовое. На самом деле, модерн – это тема достаточно богатая, неисчерпаемая, мы будем вводить про него экскурсии обязательно. Мне бы хотелось, чтобы у вас, наверняка, есть вопросы, может быть, есть какой-то аспект эпохи модерн, который вы хотели бы осветить. Сдавайте вопросы в комментариях, и на всякий случай, самый часто повторяющийся вопрос, и куратор выставки, и директор музея, то бишь ваша покорная слуга, будем вводить экскурсии, но это как повезет. То есть вы запишетесь на сборную экскурсию, это может быть любой экскурсовод, работающий в музее, в том числе и мы с Анной Константиновной. Да, Анна Константиновна? Вот, а если вы хотите персональную экскурсию в исполнении куратора или директора, то условия вы можете узнать в экскурсионном отделе, телефон есть на сайте музея.moar.ru. Спасибо за внимание, до встречи! Продолжение следует...